итак значит в очередной раз рассказываю как обстоят дела значит замерил я выступ поршней над блоком цилиндров с одной стороны он составляет 0 8 миллиметра с другой стороны он составляет 075 миллиметра то есть 1 по 3 но 75 с 4 по 6 08 а 4 5 соток особого внимания мы брать не будем то есть каждого поршня будем снимать примерно 0 35 соток то есть три с десятки ну плюс-минус значит на своем станке я точно делать не буду потому что я попробовал у меня там в общем нет возможности станок очень старый 3 содержатель вообще заклинившие то есть там в одну сторону он вылазит вместе с гайкой во вторую сторону общение и общем это невозможно сделать на моем токарном станке значит что я сделал я сделал из гильзы вот такую оправку то есть взял старую гизу снаружи и ночью сделал цилиндр до обыкновенный внутри ничего не делал снаружи и ободрал и просто болгарка сделал вот такой вот пропил из я когда болгаркой пропилил она немножко сама по себе села и получается сейчас вот эта оправка она уже туго держит поршень если одевать нужно вот так вот немножко и развести вот таким образом то есть она свободно одевается свободно снимается и буквально там чуть чуть станок зажимаешь она все отлично я уже пробовал зажал в токарный станок замерил биение вот этим стрелось над медикатором то есть мне принципе все отлично получилось это буквально три сотки биение поршнем не было настроено было по стрелочному или к тору осталось только снять 3 с половиной десятки но я этого сделать не могу потому что я боюсь не поймают размеры могу снять лишь не значит столько рим уже договорились но сегодня только у нас не работает так как у нас сейчас опять этот коронавирус и 5 как да он и так далее только сегодня не работает договорились на завтра то есть завтра течение дняriad поршня сделать что хочу сказать получается в пятницу в пятницу и остановка левал и замерил один поршень замерил в пятницу субботу я еще приходил я тут сделал остальные замеры с одной стороны с другой стороны там еще твой чем занимался то есть в субботу я ещё тут был вчера получается у нас бы воскресенье я общую работу не выходила потому что смысл мне тут на работа я не выходил получается сегодня у нас понедельник мы только нашли токаря я сделала правку завтра опять у нас день вторник теряется на работы пока увезем пока его проточит пока обратно приезжаем и так далее то есть это я к чему говорю что получается суббота воскресенье понедельник вторник четыре дня я потерял опять из-за вот этих поршней чего у меня такой продолжительный ремонт да практически я думаю что ну два месяца никак не меньше то есть если к началу декабря он выйдет у меня отсюда с канала то это будет хорошо потому что на одних станочных работах мы потеряли практически я сейчас посчитал ну практически 23 24 дня если эти все допустим дни убрать то моей работы тут еще буквально десяти дней я не занимаюсь этим двигателем это с разбором с мойкой и так далее все значит поршня у нас отправляется на токарный станок мы опять ждем значит утро среды у нас поршня приехали у меня с токарного станка проточили днище поршня сняли порядка 30 35 соток в принципе частота обработки вполне меня устраивает размер мы будем уже смотреть по гильзе когда у нас поршень будет установлен гизу будем также замерять выступ поршня над блоком цилиндров значит все сейчас одеваю поршня на шатуны одевая поршневые кольца в общем все готовлю стали вкладыши значит также отдавал токарю свой стрелочный индикатор с магнитным держателем также отдавал свой молоток чтобы подбивать поршня немножко там в оправке но думаю что он не пользовался потому что я когда пробовал в токарном станке у себя то буквально рукой можно было его поправить также отдавал старый поршень для тренировки так скажем видим токарь пробовал разными весами видимо или по-разному затачивал резец то есть подбирал частоту обработки значит также отдавал вот такие круглогубцы как я показывал что оправка садится очень плотно отдавал вот такие круглогубцы сделал тут вот такие вот сверления и вот таким образом можно разжать тут она фиксируется и получается у нас поршень свободно достается вставляется все значит приступаем к работе и 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 так значит установил кольца поршневые установил вкладыши но и чем ставить кольца на поршень замерил тепловой зазор значит уже установил три поршня получается 1 2 3 и сейчас хочу показать на камеру выступ поршня над блоком цилиндров значит подпер третью гизу проворачиваем ну примерно пока на глаз получается вот нас верхняя мерца . значит видим блок это у нас 0 смотрим поршень где-то 45 соток 45 46 ну если верху замерим то где-то показывает 48 49 значит внизу будет чуть поменьше внизу у нас показывает 43 ну то есть поршень немножко там играет замеряем еще раз в плоскости поршневого пальца смотрим до 46 47 со второй стороны также 46 47 то есть все отлично сейчас у меня выступы этого поршня составляет 46 соток примерно ну будем условно говорить четыре с половиной десятки над блоком цилиндров чтоб у нас допускается до 0 61 и минимум там по моему 0 27 с этим поршнем у нас все отлично ну я уже примерил все поршня все отлично сейчас еще на камеру покажу второй поршень ну значит второй поршень поймал верхнюю мертвую точку и смотрим в плоскости пальца 46 47 показывает смотрим со второй стороны показ где-то 47 48 48 соток так значит смотрим блок это у нас 0 переводим на поршень видим 41 42 показывает где-то так понятно что полностью до сотки поймать невозможно получается этот поршень у нас ниже на 4 сотки в принципе понятно что поймать этот размер прямо в сотку это невозможно в любом случае будет расхождение я думал расхождение будет порядка одной десятки пока у нас расхождение только где-то 45 соток с этой стороны сейчас еще будем замерять вторую сторону и и и и и и и и в двух словах сделал я вот такую оправку из старый гильзы но у меня они как-то не очень хорошо получается устанавливать именно вот эти поршня чем это связано у нас тут идет очень тонкая маслосъемное кольцо просто но очень тонко очень жиденькая и как бы сказать его пружина очень сильно распирает получается у меня конус и это кольцо клинит само себя то есть получается она вот так вот заходит за поршень и его начинает конус сжимать она уже внутренней частью кромки упирается сам поршень поэтому как-то не получается у меня в этом случае на этом двигатель забирать вот этой оправкой хотя обычно пользуюсь все время такими оправками но в данном случае пользуюсь вот этой разжимной универсальной получается выступ поршня сам большой на четвертом и пятом цилиндре он составляет 0,51 миллиметра то есть пятьдесят одну сотку самый маленький выступ поршня у нас идет на первом цилиндре там у нас было 0,42 то есть ну примерно в одну десятку разница где-то 9 10 соток то есть одна десятка мы принципе я так и предполагал потому что на токарном станке точнее размер поймать но очень сложно но по крайней мере моем представлении сейчас у нас все в норме все пределах нормы значит поршня у меня установлены проверил как у меня в каждый поршень заходит форсунка все хорошо везде с запасом где не упирается также затянул шатунные болты 120 ньютонов метров метки поперек до ворот 90 градусов метки вдоль проверил что было хождение каждого штуна также у меня ходит сам вал есть продольное хождение значит дальше что делаю теперь установлю противовеса 4 противовеса затяну и буду ставить распритвал шестеренку грм закрывать заднюю крышку закрывать переднюю крышку а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Закрываю кожух маховика, смотрим еще раз метки ГРМ Также хочу показать прокладки Прокладки у нас идут металлазбистовые Толщина 0,75 мм Толщина прокладки влияет на продольное хождение расплитвала Тут у нас идет упорное кольцо, упорная плита на кожухе маховика И получается, если поставить потоньше прокладку, его зажмет Если потолще прокладку, он начнет люфтить Субтитры сделал DimaTorzok Итак, значит, установил кожух, сразу устанавливаю маховик Маховик у меня уже подготовлен, маховик у нас остается старый Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, как помним, у нас одна лапа, одна опора под подушку с трещиной Вот идет трещина, практически уже больше половины Значит, приобрели другую, бывшую, точно такую же Эту сейчас снимаю, устанавливаю новую Дима Торзок Значит, все, установил кожух маховика, установил переднюю крышку, все затянул Значит, рассказывал свои дальнейшие действия Так как у меня поддон идет неоригинальный Я не рискну его сейчас устанавливать Потому что, когда переворачиваешь, там получается весь вес двигателя на уголке этого поддона Я не хочу сказать, что он у меня лопнет, что он там не выдержит и так далее Я просто хочу перестраховаться и все Еще раз просматриваю, что у меня все затянуто То есть, коренные у меня затянуты, шатунные у меня затянуты, противовесы у меня затянуты Также проверяю, что у меня крышки совпадают, номера 1, 2, 3, 4 Также смотрю, что у меня шатун и крышка штуна также совпадают 164, 164, 160, 160 161, 161, 156, 156 167, 167 163, 163 Ну, в общем, все, просто еще раз все просматриваю Чтобы убедиться, что все в порядке, ничего там не упало и так далее Теперь переворачиваю, ну и, как я говорил, устанавливаю в перевернутом виде масляный насос и поддон Субтитры сделал DimaTorzok Значит, все, перевернул двигатель и начинаю с установки масляного насоса Значит, вот у нас старый масляный насос Я его забарковал, открывал эту крышку Там есть выработка, там есть задир и так далее Снял с него уже заборник приготовил Вот у нас новый насос, сейчас он распакован Также видим 43-й Значит, будет у нас еще новый редукционный клапан Видим производитель Mercedes То есть, клапан редукционный будет у нас оригинал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, значит, установил масляный насос, все затянул Дальше устанавливаю поддон Поддон на основу В одном из выпусков показывал, как я его распаковываю Называл причины, почему у нас новый поддон и так далее Установил новую прокладку Также почистил болты Болты были все в герметике И сама шляпка была в герметике И резьба была в герметике Также выкручивал пробку Отжег шайбу медную Снова закрутил, затянул Ну, в принципе, все Поддон продул Ну, в принципе, он чистый был Продул, там обезжирил все Устанавливаем Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, значит, перевернул двигатель Позавчера перевернул двигатель Вчера ничего не снимал В пленосте уже 4 полки непомытых деталей было Вчера целый день отмывал Чистил, продувал и так далее Значит, сегодня подготовил теплообменник Снимал радиатор теплообменника Промывал тоже соляркой В мойке, потом растворителями и так далее Помыл компрессор кондиционера Генератор там почистил и так далее Ну, в общем, все подготовил Там на стеллаже еще лежит Фильтр и так далее Значит, компрессор кондиционера У нас не используется, не работает Просто стоит как промежуточный ролик Беру, поставлю теплообменник Поставлю топливную аппаратуру Тут раскидаю трубки Значит, что еще вчера? Какая у нас появилась проблема? Да, достал вот эту прокладку И видим, что в этом месте у нас Такой вот скол есть То есть, как раз где лежит прокладка Кусок просто, ну, отколол его Поставить такую крышку уже нет возможности Потому что, ну, получается Прокладку прижимать не будет Будем искать либо новую такую крышку Либо бушную, возможно, найти такую крышку То есть, вот опять у нас такая небольшая Проблема с этим двигателем Ну, я это когда разбирал, я это не видел Потому что, ну, все в грязи Все в масле и так далее Тут лежала прокладка То есть, как бы тут с этой стороны грязь была Ничего не видно было И только когда я уже достал эту прокладку Я увидел вот такую картину Опять у нас вот такая задержка, так скажем Будет по этой крышке Неизвестно, когда она еще появится Вот, ну, значит, по ходу начинаю собирать Что-то буду комментировать Что-то буду так просто собирать Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дальше устанавливаю индивидуальные топливные насосы ПДЛ-секции Значит, топливную аппаратуру отдавали на проверку Проверили, в принципе, сказали Но в рабочем состоянии То есть, с топливной аппаратурой ничего не делаем Устанавливаю по местам На каждой у меня есть метка Значит, заменил резинки Устанил новые резинки Вот старые у нас Резинки хорошей фирмы Эрлинг То есть, в других, в принципе, тут нет смысла ставить Все, значит, смазываю маслом Устанавливаю Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, дальше собираю компрессор Все уже у меня подготовлено Показывал это все в прошлых сериях Значит, сейчас установил новые кольца И установил поршень в цилиндр Теперь еще момент по шатуну Шатун я говорил, что будет новый Но распечатал я, в общем, тогда у меня был новый шатун Распечатал я его Он оказался уже Этот у нас 19 мм Тот был 15 мм Повернули, заказали другой фирмы Опять пришел узкий шатун Значит, опять его вернули Уже заказали оригинал Вот по этому номеру, да? Вот, на шатуне есть номер Мерседесовский Все шатуны идут узкие Такое ощущение, что он идет на двухцилиндровый компрессор То есть, сейчас, возможно, не выпускают вообще одноцилиндровый компрессор В общем, решили оставить старый шатун Я его промерил Вот, значит, такой у нас момент с шатуном Озвучил его Ну, и также были переживающие люди Которые сказали, что я установил коленвал А шатун не установил Мне придется снимать коленвал Хочу сказать, что люди зря вы переживали Сейчас покажу, как устанавливается шатун Музыка 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 головок блока цилиндров но прежде чем ставить головки нужно установить толкатель толкатели у нас новые фирмы еще хочу сказать что единственное в чем хороший нас этот блок это вот это паз под шпонку толкателя то есть он не разбит он абсолютно в идеале значит приготовил болты помыл их почистил корщеткой и хочу ответить на два таких самых популярных комментариях которые всегда есть и которые всегда будут я так думаю под этим видео были бы значит первое читаю что длина стержня нового болта 210 миллиметров дальше допустимая длина стержня 212 миллиметров то есть пол ты повторно можно использовать если его длина не превышает 212 значит берем бог берем линейку прикладываем и смотрим длина этого болта 210 210 пару 10 значит этот блок еще можно использовать несколько раз пока его длина не достигнет 212 миллиметров пока он не вытянется пока а не длинится пока у него не пойдет текучесть металла его можно использовать до 200 12 миллиметров это еще неоднократно его можно затягивать снимать снова затягивать и так далее о значу дума ответил на вопрос о использовании повторно болтов значит теперь еще один момент смотрим питаем смазать поверхность контакта резьбу и стерженьбу в гбц маслом то есть думаю тоже все понятно да поверхность контакта резьбу тоже очень популярный комментарий зачем ты можешь маслом это неправильно моменты затяжки меняется и так далее то надеюсь ответил на самые такие любимые комментарии умных людей теперь собираем а Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»